Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения! На мой взгляд я вам предлагаю очень нужную и можно сказать даже необходимую тему всестороннее понимание происходящих событий. Переход в 5 измерение. Отец-Абсолют читает Лоры. Здравствуйте дорогие мои любимые дети! Сегодня мы переходим к четвертой составляющей. сознания человека всестороннему пониманию происходящих событий. Как вы наверное уже догадались, речь пойдет о причинно-следственной связи любого события в жизни человека. Но увидеть эту связь может только тот человек, чье сознание вышло уже на уровень божественного. Многим это кажется чем-то недостижимым, поскольку само слово божественной рисует в вашем воображении некоего небожителя. Но на самом деле, в настоящее время на земле уже немало людей с божественным сознанием. Тех, кто вспомнил, кто он и откуда пришел. Такие люди, в отличие от людей с сознанием трехмерного мира, которые видят только то, что лежит на поверхности, способны постичь всю глубину процессов, происходящих как с ними самими, так и с планетой Земля в целом. Они чувствуют это интуитивно, а другие осознанно рассматривают происходящее с точки зрения законов мироздания. Но в любом случае, они пытаются найти истинную причину любого события, руководствуясь собственным видением, а не тем, которые пытаются навязать им власти, средства массовой информации, близкие люди, друзья и знакомые. И наверняка такие люди есть и в вашем окружении. Узнать их очень легко. И это те, кто не подхватывает разговоры, муссирующие громкие мировые события, происшедшие катастрофы, политические новости, а значит и не подпитывают своими негативными эмоциями астральных сущностей, питающихся подобными энергиями. Это те, кто не любят жаловаться, втягивая окружающих в свои неприятности и проблемы, а прилагают все усилия, чтобы найти выход из создавшейся ситуации. Это те, кто всегда находится в ровном гармоничном состоянии и пытаются подбодрить других шуткой, улыбкой, добрым словом. Другими словами, это те самодостаточные и уважающие себя люди, которые не позволят другим вовлечь себя в энергетический хаос. Они тонко чувствуют, с кем и о чем можно говорить. Свой нестандартный подход к жизни и свое особое мнение они не пытаются навязать людям, чье сознание к этому еще даже не готово. Но при этом они не испытывают к ним чувство высокомерия, поскольку прекрасно понимают, что душа каждого человека должна вызреть, пройдя долгий путь проб и ошибок. И лишь с теми, кто готов их услышать, они могут говорить о том, что чувствуют и каковыми видят истинные события, происходящие как с этими людьми, так и в мире в целом. Сейчас на вашей планете разброс в уровне сознания велик, как никогда. С одной стороны, созданное рептилоидами общество потребления достигло своего апогея, и сознание подавляющего большинства жителей планеты полностью управляемо сильными мира всего. С другой стороны, на Землю пришло огромное количество древних душ с божественным сознанием и определенной миссией помочь человечеству перейти в Пятое измерение. И это расслоение сейчас чувствует каждый из вас. Не правда ли, родные мои? Но вам нужно мудро и спокойно к этому относиться, не вовлекаясь эмоционально в ненужные споры с тем, чтобы сохранить на должном уровне свое собственное божественное сознание. Этим вы поможете и себе, и другим. Я благословляю вас на это. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему Всестороннее понимание происходящих событий.